Народу сколько собралось! Наши там веселья всем понравились! Не хмурьтесь и не скучайте! Открытие театрального светона встречайте! Бобруйский храм искусства с порога окутывает грандиозностью светского события. Ценителей прекрасного встречает и выставка работ декоративно-прикладного искусства, и танцевальная мастерская, и чарующие звуки живой музыки. В зрительном зале аншлаг. На сцене едва ли не вся труппа. Мастерство артистов, продуманные до мелочей декорации, роскошные костюмы. Театральный антураж с первых секунд переносит в прошлое. Идиллия начинается. Мы всегда заранее и с большим трепетом готовимся к открытию театрального сезона. Не просто так обратились к произведению Дунина Марцинкевича. Я считаю, что символично было бы юбилейный театральный сезон, открыть пьесой основателя белорусской драматургии. Классика в новом прочтении. Идиллия на сцене областного театра гремит уже в третий раз. Главная героиня Юлия вновь решает распутать клубок судьбы, открыть взор у заграничного короля необъятные прелести родной земли. История, окутанная любовными нитями, будоражит сердца зрителей неустанно. В этой пьесе, как ни в какой другой, вот эта вот любовь к родине, вот этот романтизм, вот это вот воспевание своей батьковшины, это вот здесь все это отражено. Только мы вот воспели театральными средствами как могли. То есть и светом, и музыкой, и пластически. Идиллия Винцента Дунина Марцинкевича, написанная почти два века назад, подтверждает, великие произведения живут вечно. Сюжет пьесы и в 21 веке вызывает бурю эмоций у зрителя. Пропитанный оттенками современности, спектакль, кажется, затрагивает струны души каждого. Костюмы просто безупречны. Переносимся в эту эпоху. Эти шляхетские костюмы, головные уборы у женщин. Очень нравится атмосфера, белорусская мова. Просто в восторге. Я регулярно хожу в театр, и мне нравится постановка, веселая, интересная. Актеры играют, как за уседу у нас, на высшем уровне. Яны, на виду, проживают то же те, этим живут их герои. Под большим впечатлением. Мы рады, что мы приехали. Мы сами не местные. Мы приехали из города Рогачево. Поэтому всем привет и большое спасибо за такой радушный прием. Ради почти двух часов премьеры музыкальной комедии артисты миновали тернистый путь репетиций. На воплощение шедевра классики ушел месяц кропотливого труда. Я из России. Я не знаю белорусский язык. И для меня изначально, когда мне дали текст, для меня это просто набор случайных звуков и букв, которые мне нужно выучить, поставить ударение в каждом слове, понять, как это произносится вообще, потом перевести. И это все. Так что сложности было достаточно. Текст такой достаточно сложный. Это не тот текст, на котором мы привыкли разговаривать в нашей современной Беларуси. Все-таки это какие-то слова, которые уже не употребляются в обиходе. Результат налицо. Все режиссерские ходы оценены по достоинству. Зритель в восторге, а для артистов это главная награда. На самом деле это большой фурор был. Это большое было удивление. Ну, на самом деле. Работа была очень быстрая, подвижная, кропотливая. Тяжело было. Тяжко, скажем так. Очень тяжко. Но, как говорится, зритель говорит нам о результате своими аплодисментами. Бесконечные овации цветы от председателя горосполкома «Яркие огни праздничного торта». 80-й театральный сезон открыт. Бобруйский храм искусства вновь будет радовать любимого зрителя помпезными постановками. Ну, а музыкальная комедия «Иделия» уверенно претендует на звание визитной карточки областного театра. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.